пускай погоняет привет друзья но сегодня мы займемся обработкой вот этой вот части то есть сейчас мы ее за пескоструем после чего зашпаклюем грунтовать только не будем сегодня просто мы ее подготовим под грунт вот как бы для пескоструя нам потребуется песок у меня вот этот вот но как видим он полностью мокрый поэтому сегодня хоть и тепло вот такая бека придется затопить эту печь буржуечку такую хочу к ней приварить вторые стенки вот так вот по всему периметру до низа немножко так вот чтобы не выгибались будет типа конвертера то есть снизу захватывать холодный воздух и за счет движения циркуляции горячие будут подниматься вверх захватывая холодный получится такой конвертер думаю производительность этой печи увеличить сразу да хотя принципе вот на такой гараж вот что он у меня из двух и так там комнатка у меня такая покажу ну вот где-то он у меня наверное метров 7 8 на 11 зимой в 20 градусов мороза вот это вот печь вот это вот буржуечка отапливать мне его ну градуса наверное 20 я здесь получаю поэтому сейчас на улице плюсовая температура я ее топлю не ради того чтобы тут обогреться шпаклевка грунтовка вся эта байда происходит возле печи я выставляю допустим вот это вот и но у меня очень быстро сохнет крашу здесь вот поэтому сегодня затопим меня для того чтобы просушить песок у нас процесс пошел вот у нас есть значит часть обрабатываем детали теперь будем собирать комплект для этого мы возьмем резиновые шпатели так как здесь у нас поверхность мы не собираемся поклевать здесь вот у нас все здесь загибами все неровно поэтому спать этот нам обязательно нужен резиновый металлические мы брать не будем так нам нужен обезжириватель шпаклевку это у нас стекловолокно это у нас алюминиевая то нам все не надо если бы это было ровно поверхность мы бы это сделали с этими берем универсальную так как она более легкая в обработке имеет желтый такой цвет берем вот такой самый маленький вот у нас это универсальная получается сколько у нас тут от 80 до 240 в принципе все что нам нужно здесь есть кроме 320 так берем наждачечку вот эту и надо найти 320 вот она так 60 универсальная 150 сотка 60 к 320 да вот тоже есть уже пошла испаряться влага из него процесс пошел еще холодный здесь ну пока сейчас она только в принципе в процессе разгорания затерта сама поверхность уже будет ошкурена иметь вид без всяких там ржавчин потому что ржавчина потом поднимет шпаклевку нам потребуется вот такой минимум то есть резиновые шпатели в основном вообще пользуюсь металлическими но в данной данной для данной работы нам потребуется именно резиновая небольшая шкурочка наждачка от 80 к 320 сама шпаклевка обезжириватель ну вот у нас уже заканчивается процесс шпачки уже видим что оно начинает по низу такой сутчатый прямого конечно домой заниматься этим делами ну еще минут 5 наверное уже бродяги прошли алё все очень просто например если взять вот эту вот часть вот ничем отсюда ржавчину не вычистить никаким шлифовальным кругом никакой шкуркой ни болгаркой никаким другим инструментом тут ржавчина она останется и будет ржаветь пескоструй оттуда ее вычистят в результате именно отсюда оно все и пойдет смысл тогда или вообще зачищать если через год надо будет обрабатывать по-новому кусок работы есть пока я тут разговаривал наверное тут все и просохло ну да практически таким становится сыпучим и теперь мы его начинаем высыпать сито конечно тоже не мелкое но в принципе в принципе хватает я сколько пескострую вроде бы такие чтобы зернышко забивало пескострую еще ни разу не попадалось вот такой крупный песок еще горячим черт вот тут сыроватый вот так вот она выглядит до пескоструйной обработки ну вот так вот она выглядит после обработки ее даже не надо зачищать шкуркой мотовать так как уже после обработки она замотована и ни в каких углублениях не остается ржавчины которая бы начинала давать коррозию у нас как бы пока ну единственное что остается вот такая вот бяка сейчас мы это все продуем выдаем и после того как нанесли обезжириватель прокирывает какие-то веточки нужно приступать к первому слою такие вещи сразу не выводятся наблюдаем то что у нас поклевка немножко отстоялась и сверху виднеется ее масло поэтому снизу она будет сухая а сверху то есть нельзя этот слой верхний забирать ее нужно все перемешать обязательно сделать вот такой состав разбавить по в общем размешать надо короче что я буду тут объяснять понятно что размешать да еще так так ну вот размешаем набрали и многовато конечно положили поэтому половину нам столько не надо будет а когда много размешивать довольно неудобно сколько вы не положите много главное не наложить можете положить можете положить его даже вот столько этого будет достаточно но твердеть будут дольше но все равно хватит она и так затвердеет я например положу на глаз там один к десяти она разбавляется так повторяю главное немного чтобы она не не засыхала перед вы будете накрывать и она у вас будет размешивать каждый по-своему я это делаю вот так проведете вот так вот сделаете у вас не будет видно красном значит все у нас получилось однородное видите как бы нет уже красных такое оно все уже все разбавлено значит она уже готова к применению вот здесь у нас есть как бы ступенька поэтому выравнивать мы это будем за счет шпаклевки первым слой мы накладываем не боимся мы потом лишнее все уберем отсюда его сошлифуем поэтому нам сейчас нужно придать детали более не менее такой будет взять более маленький так этот уже становится широким если будет у нас это потом будет мы вытрем все это наша первая цель закрыть все самое это все закрется потом еще так что мне нужно тут усердствовать только больше где-то тут что-то осталось неважно начнете здесь равняет выравнивать сделайте только хуже не старайтесь если у вас остается шпаклевка не старайтесь доложить ее этим сделаете только хуже будет много вытрите я вам скажу для первого слоя достаточно все остальное мы потом вытрем немножко многовато осталось вообще обычно я делаю так подготавливаю второе место и намазу что осталось домазываю туда то есть имею всегда второе место в запасе сейчас мы закрыли все складки которые у нас все ступеньки которые у нас были выровняли такими слоями дальше мы затрем этот слой и продолжим накладывать второй я думаю тут мы обойдемся даже в два слоя